Известный барнаульский ресторан уже два месяца готовят пиццу, салаты и пасту только на самовывоз и доставку. Количество заказов выросло, но провалилась цена среднего чека в два раза. В ресторане подсчитывают убытки и тратят по 4 литра антисептика каждую неделю на обработку поверхности. Здесь с надеждой ждут, когда в регионе разрешат открыть хотя бы летние веранды. Пока же власти не делали никаких заявлений. Парикмахерские могут работать, а стоматологии частные нет. Это абсурд на самом деле. При том, что в зубной медицине соблюдение всех норм были и до всех этих правил. То же самое пишут рестораторы. Ребята соблюдали санитарные правила до всего этого. Катаклизмы. То есть добросовестные рестораторы. Накануне депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал открыть летние веранды. С условиями. Официанты в масках и в перчатках. Расстояние между столами полтора метра. На такой формат работы уже перешли некоторые рестораны в Санкт-Петербурге и на Кузбассе. Сейчас решается вопрос по Москве. Смотрите, 30 метров длина вообще всей террасы. Вот все аж до туда. Расстояние по требованиям, по рекомендациям минимум полтора метра. Ну то есть это в принципе разумное расстояние на летнике. Полтора метра нам легко будет соблюдать. Вот там-то даже больше. Во всяком случае, эта дистанция больше, чем на кассе в супермаркетах, которые многие игнорируют. Рекомендации Роспотребнадзора, касающиеся работы кафе и ресторанов во время пандемии, рестораторы сочли выстрелом в голову. Ведь открыться многие предприниматели смогут только тогда, когда регион выйдет на третий этап снятия ограничений. Судя по количеству зараженных в крае, мы очень далеки от этого этапа. Бизнес дышит наладан. Рестораторы уже начали раздеваться в прямом смысле. По сети гуляет флешмоб «Голый голод». К нему присоединились тысячи официантов и поваров по всей России. В Алтайском крае пока никто не оголялся, но, видимо, недалек тот день, когда владельцы кафе и ресторанов останутся без последних штанов. Ну, я еще как бы и владелец заведений, поэтому как бы хотелось бы, чтобы открыли. Но какой смысл-то в этом, во всем том, что происходит? Люди так же гуляют, люди везде, то есть люди на улице, люди ездят на природу. Давно пора. И закрывать смысла не было. Я думаю, что мы и не болели сильно, поэтому пора уже все это открыть, пора уже людям отдыхать, так как лето идет. «Голый голод» испытывают уже и жители города, которые соскучились по посиделкам в кафе. Будут ли владельцы заведений соблюдать все требования, покажет время и статистика заболеваемости. Ирина Корчагина, Александр Антропов, Андрей Печоркин. День с толком.